Это лайф, это прямой эфир. Меня зовут Регина Орехова и сейчас расскажу самые последние новости. Итак, в МФ России принимают новобранца, новая подводная лодка поступила на вооружение. Дизель электрическая красавица носит имя Великий Новгород. Вот прямо сейчас, в эти минуты, на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге начинается церемония поднятия на ней Андреевского флага. Вот мы можем увидеть в прямом эфире, сейчас еще пока готовится к церемонии. Видите, почетный караул выстроился, играет оркестр. Ну вот таким образом подлодку торжественно принимают в состав военно-морского флота России. Давайте посмотрим на эту подводную лодку повнимательнее. Оснащена она современными гидроакустическими средствами и высокоточным комплексом ракетного вооружения. Они предназначены для подводных сил Черноморского флота. Отвечает самым высоким требованиям по критериям шума и маневренности. Итак, прямую трансляцию с вами смотрим. Из Санкт-Петербурга. Уважаемые гости, сегодня мы передаем военно-морскому флоту России дизельную подводную лодку нового поколения 636 проекта «Великий Новгород». Комиссия государственной приемки кораблей завершила свою работу. Приемный акт подписан. Объявляю церемонию подъема военно-морского флота. Флага на подводной лодке «Великий Новгород». Заводской заказ номер 01-674 открытый. Комиссия государственная приемка «Великий Новгород» «Великий Новгород» Слово для приветствия предоставляется генеральному директору АО «Адмиралтейские верфи» Узакруву Александру Сергеевичу. Уважаемые гости, адмиралтейцы, сегодня мы собрались на торжественном церемонии поднятия флага. Ну что же, еще немножечко характеристик этой подводной лодки. Разгоняется она до 20 узлов. Может автономно работать 45 суток. Ее экипаж прошел подготовку по новым методикам в учебном центре ВМФ. В общем, глаз радуется, глядя на нее, согласитесь. В церемонии принимают участие представители главного командования ВМФ России, администрации Санкт-Петербурга, руководство Объединенной судостроительной корпорации «Адмиралтейские верфи», где, собственно, и проходит сейчас церемония принятия подлодки на вооружение ВМФ России.